Меня Юрой зовут. Я живу с женой и её родителями, а в квартире её родителей. Как сказал бы Гамлет, бедный Юрик. У обоих родителей жены вот буйный склероз на почве обладания недвижимости. Они каждый день меня спрашивают, а ты здесь кто такой? Нет, то есть права у меня есть, но они в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, а ларец в декольте у тёщи. Не, ну в семейной иерархии у меня авторитет высокий, и я по рейтингу я немногим уступаю коту-барсицу. Я своему напарнику Витьку 10 лет на работе в железку плакал, ну видать ему надоело всё это. Он взял на прокат дорогой костюм, укладку сделал, маникюр, и во всём этом блеске припёрся в моё отсутствие ко мне домой. Ну там, слава богу, Витька в лицо-то не знали. Ну и он с английским акцентом, Витёк, с английским акцентом, заявил моей очумевшей родне, что я являюсь единственным наследником 10-миллионного состояния, умершего там в Америке дяди. Слышишь? Вот, посетовал, что у меня нет дома, сказал, что по делам вынужден уехать в Нью-Йорк, а через месяц вернётся, и я подпишу документы, и вступлю во владениями вот этими деньгами и в фамильный мрачу в Техасе. Когда Юрок ушёл, ну у моей родни, видимо, вообще был инфаркт с инсультом, приходящий в мениск, вот, я ни сном, ни духом, как ни в чём не бывало, подработал, чешу домой, ну без видимо удовольствия, ну как каждый день. Открыл дверь и остолбенел. Прямо передо мной стоит тёща в русском народном сарфане, в кокошнике, в руках поднос с хлебом с солью держит. То ли, думаю, свихнулась, то ли пьяная старушка. И тут тёща говорит, откушайте хлеб с соль в знак любви и уважения. Я даже оглянулся, думал, кому она? Это она меня-то любит, уважает? Зачем же 10 лет это было на так тщательно скрывать? Тёща хлеб мне протягивает, говорит, откушай, мой золотой зятёк. Это ж, думаю, сколько ж я чинов перескочил из вонючих козлов. Разум золотые зятя, пожалуй. И, значит, прими, мол, этот каравай. Я, знаешь, вот, я тут немножко, знаешь, вот, заподозревал, думаю, даже провокация какая-то, думаю, значит, так, я принимаю каравай, а она мне по морде под носом, бам-бам, я так даже шаг назад сделал, и тут тесть, тесть кинулся ко мне в ноги, как коршун, и стал шнурки разглядывать. Думаю, всё, сомнения отпали. Хотят на шнурках повесить. Он снял с меня туфли, вытер рукавом и сказал, мы вас так ждали. Я точно думаю, это самое, перепелись, в глазах боится. Он меня на «вы» назвал только один раз, когда «выхухуль» её назвал. Я, говорит, всегда любил тебя, как сына. Дай я тебе чмокну. А он меня каждый день чмокал, как махнёт, ну, воняры, да, и сразу говорит, ты чмо, ты чмо. И тёща сразу ожила, говорит, я так часто была неправа, если хочешь, мой золотой зятёк, ударь меня, ударь меня. Да, это же надо, да, вот угадать самое интимное, да. Она сказала, ударь меня, мой золотой зятёк. Я думаю, если бы она мне утром сказала, я бы её вырубил сразу. Один удар. А тут я, значит, одумался, думаю, вот как бы вот, ну вот, вот этим одним ударом максимальный ущерб. Только замахнулся, жена выбегает, пойдём скорее ужинать, дорогой. Знаешь, дорогой, проговорилась. Дорогим меня назвала. Может быть, хотят откормить, на органы сдать. С другой ипостаси я себя дорогим никогда не чувствовал. Тут те с тёщей меня подхватили на руки и на кухню внесли. А жена говорит, у нас сегодня на ужин шашлык из сёмги. Значит, котлеты по-киевски, царская солянка, стерляк на пару. Ну, всё, думаю, точно, точно откормить хотят и на органы, все мои органы продать. Не, папа, росёнок тоже до поры до времени думает, что его из-за доброты так кормят. Только расслабишься и окажешься в колбасе, видишь, пика. Поел немножко. Я же думаю, шиш вы меня откормите. Если б свинья понимала слова хозяина, пора кабанчика резать, она бы по ночам фитнесом занималась. Тот. Да. Я вилку отложила, говорю, а не пойти ли мне посмотреть телевизор? Строю ведь телевизор. Меня уже внесили на руках в зал, и тёща сразу включила, ну, спорт. Ну, футбол. Беспыток. Просто сама врубила с той же лошадиной улыбкой. То есть я в этом доме за 10 лет футбол смотрел один раз, когда показывали бабский сериал. И там мужик сидел и футбол глядел. Тут жена заявляет, может, я, дорогой, сбегаю в магазин за пивом. Ну, то есть, я ушам не поверил. Знаешь, вот в одной фразе четырежды меня убило нафиг. Милый, я для тебя сбегаю и за пивом контрольный. А ты, говорит, какое пиво хочешь? Последнее, вот, что меня спрашивали в этом доме, когда ты сдохнешь? Я пивка втянул, литрик. Да, сижу, отхлебнул. Тёща мне губки с салфеткой. Я разомлел, слюни специально пускаю. Вот, сижу. Куда, спрашиваю, бутылку можно поставить? Тесть одним прыжком через всю комнату перелетел, встал на карачки и сказал, вставь на меня, мой золотой дядь. Куда только радикулит делать? Я бутылку на радикулит поставил. Вобу, об башку его оббиваю. Тёща рыбу чистит. Костя выбирает филейную часть. Мой изумлённый рот вставляет. Ну, просто рай в отдельно взятом государстве. Тут жена говорит, любимый, я прошу тебя, иди в постельку. Тут полегтелая, видите ли, десять лет у неё голова болела. Иди ему, скорее ко мне, мой птенчик. Я хочу свой супружеский долг выполнить за десять лет поквартально. С девяносто девятого начинаю. Так что, я хоть в голодухе, но больше двух кварталов не вынесу. Вот уснул, как убитый. Вот меня под утро комар разбудил. Так они этого комара живьём поймали. И пытали до тех пор, пока он извинения у меня не попросил. Ну, я когда глаза продрал, жена спрашивает, «Милый, что ты будешь на завтрак?» Обычно меня спрашивали в этом доме, «Ты будешь что, посуду мыть или полы?» Короче, проводили меня на работу. Ну, вот так провожают на работу, ну, я не знаю, Билла Гейтса, вот, где их зарплата? Пришёл я счастливый на работу, и тут Витёк мне всё выложил. Ну, и вот теперь я думаю, граждане дорогие, или рассказать им правду, и всю жизнь мучиться. Или пожить месяц по-человечески, А там путь что будет, эй!